Здравствуйте! Да, действительно, у нас в Свердловской области объявлен карантин, но на сегодняшний день уже готовятся документы о снятии данного ограничения. Карантин находится в Нижнем Тагиле. Завезли... Источник, да? Завезенные, это продукты, это мясо, карбонат. Завезли его на склад. Сейчас с этого склада, с этого цеха, получается, провели все мероприятия. Обнаружила, получается, государственная террористовая служба, сработала в полном объеме. То есть, утилизировали, уничтожили данное мясо. Сейчас проводится трехкратная дезинфекция, отбор проб по дезинфекции. И готовятся документы о снятии данного ограничения. Ну, пока, насколько я понимаю, только один такой случай вот в Свердловской области. На сегодняшний день, получается, в Свердловской области за этот год у нас один случай данного заболевания, данный инфицированного объекта этого склада и этого цеха. Буквально на прошлой неделе у нас было распоряжение о обнаружении данного мяса и в городе Перворальске, и в городе Ревда. Мы выезжали на место, отбирали пробы, приостанавливали, получается, реализацию данного мяса. В городе Перворальске, в городе Ревда, африканская чума свиней не выявлена. Не выявлена? Не выявлена. Что вообще из себя представляет эта африканская чума свиней? Ну, изначально африканская чума свиней – это инфекционно-вирусное заболевание, характеризующее повышением температуры у животных, у свиней, и геморрагическими явлениями, кровоизлияниями. Она вообще откуда взялась? Ну, судя по названиям, можно предположить, что Африка, но Африка же далеко. Африка далеко, да. Ну, в Россию данное заболевание попало в 2007 году, и до сих пор Российская Федерация никак от нее избавиться не может. Хотя ведутся жесткие меры, то есть при обнаружении данного заболевания уничтожаются полностью свинопоголовья. В данном хозяйстве, на данной территории карантинированное мероприятие, то есть тут обход населения, изъятие свинопоголовья, уничтожение полностью всего поголовья на той местности и ограничение до 40 дней. Какой-то специфической вакцины вот от этой болезни, насколько я понимаю, нет? Вакцинации не существует, и лечения так такового тоже не существует от данного заболевания. Только профилактические мероприятия. В чем заключаются профилактические мероприятия? Это торговля мясом, зараженным мясом. Это, получается, ограничение. Ограничение, да. Несанкционированная торговля мясом. То есть, также люди покупают мясо свинейное в тех местах, точках, где нет документов на данное мясо. Ну, то есть, вы эту ситуацию контролируете? Совместно с администрацией Пероуральского городского округа и государственной ветеринарной службой у нас разработан план. План профилактики и план ликвидации данного заболевания. У нас являются рейды. Рейды у нас, получается, еженедельные. Вход территорий торговли, несанкционированной торговли. С привлечением, с административным привлечением данных субъектов, кого мы обнаружим при несанкционированной торговле. Эта инфекция, она вообще как передается? Кто может быть переносчиком? Переносчики являются, это также люди, то есть торговля несанкционированными продуктами питания, также салом, переносчики птицы, грызуны, дикие животные. Изначально в Российскую Федерацию и распространение пошло у нас, получается, это море, приспортовывались к землям, выбрасывали свои бытовые отходы, продукты питания, подбирали их дикие животные, дикие кабаны и тут же заражались. То есть контент на контент, там заболевание у нас скачевало. Ну, это заболевание само по себе, насколько оно вообще опасно может быть для людей? Для людей данное заболевание не опасно, опасно для свиней, то есть тут может быть полное уничтожение свинопоголовья вообще на той территории, где это заболевание обнаружено. То есть это вопрос, получается, продовольственной безопасности? Да. Все-таки, что касается мер профилактических, да, или каких-то вот примитивных, как уберечь свой домашний скот владельцам, там, тех же свиней, что делать, чего не делать? Ну, на сегодняшний день у нас, получается, на подконтрольной территории Перу-Ральской ветстанции 172 животные, это свиней, 172 головы свиней. Данный скот, получается, ежемесячно обходится ветеринарным врачом, подворный обход, осматривается данное животное. Также было всем владельцам животных вручены памятки, где было написано, какие клинические признаки, что должно насторожить владельцев, и чтобы они немедленно позвонили в службу 112 или в ветеринарную станцию. А какие клинические признаки? То есть, это отказ от корма, повышение температуры, свиньи забиваются в угол, то есть, хвост раскручивается, то есть, появляются диарийные явления, появляются рвотные явления. Валентин Александрович, расскажите, пожалуйста, поподробнее, все-таки, как проводится этот контроль со стороны вашей ветслужбы, да? Вы сказали, что проводите рейды, проверки, а как отбираете эти места, где проверяете? И вообще, каковы правила, да, вот, что здесь можно торговать, допустим, таким-то мясом, здесь нельзя, а какие должны быть документы у людей? То есть, изначально торговля мясом у нас проводится только промышленной выработки. Торговля домашним, из личных подсобных хозяйств мясом, мясными продуктами проводится на рынках, где имеется государственная терраслужба. То есть, там проводится контроль. По поводу контроля точек, где проводится торговля, нам сообщают местные жители. Либо совместно с администрацией мы выходим и объезжаем улицы, осматриваем улицы, где проводится торговля. Когда проводится торговля, мы осматриваем место, где эта продукция продается, что, какой ассортиментный перечень данной продукции. Спрашиваем документы, ветеран-сопроводительные документы. Осматриваем мясо промышленной выработки, либо на выработке лично подсобного хозяйства. Осматриваем, на мясе должно быть также клейма. То есть, нельзя просто так встать на рынке и торговать мясо? Нет, конечно. Это должны быть ветеран-сопроводительные документы, это должен быть осмотр данного мяса. И на каждой туши должно быть клеймо, ветеран-клеймо. То, что касается проб, вы сказали, берете пробы мяса. Как это происходит? Это какие-то тесты проводятся, анализы? Также у нас проводятся мониторинговые исследования мяса, мясо свинины на африканскую чуму свиней. То есть, мы отбираем пробы, отбираем пробы, увозим в областную лабораторию и в течение двух дней нам дают результат данной пробы. Также у нас, получается, проводится мониторинговые исследования диких животных, диких кабанов. То есть, охотники привозят к нам мясо, селезенку для отбора проб на африканскую чуму свиней. В этом году у нас получается 25 проб, все 25 проб, к счастью, все отрицательные. Отрицательные, то есть не найдено. Не найдено, то есть геном вируса африканской чумы свиней не найден. Хорошо. Вот еще что хотел спросить, помимо вот этого инфекции, вот этого вируса африканской чумы, в этот непростой год, какие угрозы могут, что может грозить простому обывателю, да, грубо говоря, пошел на рынок, мясом отравился. Вот среди, ну вернее по итогам ваших рейдов, да, и проверок, каковы вообще их результаты, каковы основные угрозы для людей в первую очередь? В основном угрозы при рейдах обнаружение недоброкачественности данного продукта, то есть отсутствие документов уже является недоброкачественностью данного продукта, сроки годности колбасных изделий, мясных изделий, мясо полуфабрикатов. То есть отсутствие выработки, даты выработки. То есть не знаем, когда оно выработано, когда оно исследовано или вообще данное мясо. Ведут к отравлениям, бытовым отравлениям, заражениям паразитарных инфекций. И такое возможно. А большой процент вот такой некачественной, ну условно, может быть, предположительно некачественной продукции, сомнительного качества, вот можно ли встретить на рынке? Ну, изначально, когда мы планировали эти рейды и проходили, когда это все начиналось, в 2017 году, продукции было очень много. На сегодняшний день навели порядок на ярмарках выходного дня. Сейчас у нас полный порядок на ярмарках выходного дня. Идут в основном промышленная выработка. Из лично подсобных хозяйств нет продукции, только промышленная выработка. Она отвечает качеству, где она с определительными документами, клеймами. Хорошо. Спасибо вам за беседу большое. Спасибо телезрителям за то, что вы сегодня были с нами. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова